Срок до 1 августа. Харягинское СРП сменит оператора. Новую автозаправочную станцию откроет Ненецкая нефтяная компания в Наринмаре. В планах также реконструкция АЗС на улице авиаторов. Расширили перечень. Выгодные микрозаймы теперь можно взять на покупку транспорта, необходимого для ведения бизнеса. С главными событиями к этому часу в студии Надежда Литкова. Лицензию на Харягинское месторождение переоформят с «Тоталь» на «Зарубежнефть» уже 1 августа, заявил глава Минприроды Сергей Донской. Это произойдет после подписания дополнительного документа к соглашению о разделе продукции, сообщает информационное агентство НАУ-24. Напомню, в начале года «Тоталь» подписала соглашение с «Зарубежнефтью» о продаже ей 20-процентной доли в Харягинском СРП. После завершения сделки «Зарубежнефть» станет оператором проекта, увеличив долю до 40%. «Тоталь» сохранит за собой 20%, доли «Статойл» и «Ненецкой нефтяной компании» останутся неизменными – 30% и 10% соответственно. Харягинское месторождение, расположенное в Ненецком автономном округе, уже перешло в позднюю стадию разработки. Кроме того, его геологическая структура оказалась сложнее, а запасы меньше, чем прогнозировалось первоначально. По итогам доразведки, запасы месторождения были снижены со 125 млн тонн до 29 млн. Как отметил представитель Минприроды, в апреле текущего года лицензия на месторождение была продлена до конца 2018 года с правом внесения в нее изменений по срокам, исходя из условий СРП. Ненецкая нефтяная компания откроет в Наринмаре две современные автозаправочные станции. О планах акционерного общества в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ненецком округе сообщил директор филиала нефтебазы ННК Валерий Башмаков. По его словам, Ненецкая нефтяная компания уже закупила все необходимое оборудование для новых автозаправочных станций. Как отметил Валерий Башмаков, новые автозаправочные станции будут иметь современный вид и возможности. Предполагается внедрение системы бонусов по специальным картам постоянного клиента. Также руководитель не исключает, что в перспективе на новых объектах будет продаваться высокооктановый бензин. На сегодняшний день в филиал ННК помимо самой нефтебазы входят две автозаправочные станции – АЗС номер 30 по улице Авиаторов и плавучая ПЗС. С 2016 года все топливо нефтебазы закупают у группы компаний «Газпромнефть». Любой нефтепродукт, который заходит на нефтебазу, выходит с нефтебазы, пробирается проба, проводится спектр-анализ для определения первичных показателей, которые дают возможность, по крайней мере, отсечь некачественный нефтепродукт, если он вдруг образовался на первую этапу. Открытие современной автозаправочной станции запланировано на октябрь недалеко от здания мясокомбината по улице Юбилейная. После этого Ненецкая нефтяная компания проведет реконструкцию действующей АЗС номер 30, расположенной на улице Авиаторов. Фонд поддержки предпринимательства расширил перечень селевого предоставления микрозаймов. Теперь займ можно использовать на приобретение легковых авто, снегоходных транспортных средств, лодок и лодочных моторов в целях ведения бизнеса. Такое решение было принято по результатам анализа обращений от предпринимателей. Подробнее о нововведениях рассказал заместитель директора фонда Сергей Михайлов. Обращался ряд предпринимателей с просьбами выдавать наказания на покупку, допустим, лодок, снегоходов, транспортных средств, особенно это пользуются у охранных агентств, у доставщиков, такси и так далее. Ранее это было запрещено. Сейчас это возможно, дабы расширить спектр предпринимателей и расширить количество предпринимателей, которым оказана поддержка предпринимателей. Кроме того, изменения коснутся и конечного потребителя. Приобретая автомобиль, снегоход или лодку, предприниматель снизит издержки на транспортные расходы, что в конечном счете позволит снизить цены на реализуемый товар или услугу. За время действия этого вида поддержки фонд выдал микрозаймы семьи предпринимателям на сумму 3,5 млн. рублей. С новыми видами и условиями микрозаймов, предоставляемых фондом, можно обзнакомиться на сайте Фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа по адресу fond83.ru. Полный спектр услуг по проведению медицинских осмотров На улицах Наринмара появились необычные дорожные и пешеходные знаки. Опасные рецидивы. За первое полугодие расследовано 27 уголодных дел за повторную пьяную езду. Жители Тожевицки получают медицинскую помощь в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством. Об этом в интервью телеканалу «Север» рассказала руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Нинель Семяшкина. Напомню, по итогам поездки в самую отдаленную деревню региона ее жители рассказали нашей съемочной группе о своей проблеме. Местный фельдшер ушла в длительный отпуск и теперь раз в неделю поселение посещают медработники соседней виски. Сегодня на краю Нинецкого округа в деревне Тожевицка в основном проживают пенсионеры. Всего 65 человек. Как и в любом населенном пункте округа, в Тожевицке есть свои проблемы. Самая большая и животрепещущая – отсутствие медицинского работника. Местный фаб закрыт на замок. Фельдшер уехала в отпуск и на замену ей, как это было раньше, никого не прислали. Немногочисленное население деревни, люди преклонного возраста, остались без постоянного медицинского наблюдения. Для тожвистчан это настоящая беда. Ждать помощи сегодня можно только из виски. Но и это не ближний свет, говорят жители. А если вот так кого-то везти, какого-то больного до виски или хотя бы с виски ехать, то же самое. Всё-таки 25 километров по печоре. Вот сейчас всё обмелело, нужно ехать только по печоре. Там шарами, наверное, уже тоже будут проблемы ехать. И вот мы оставили так вот, не подумала руководство. Вообще это плохо такая, на улице жара стоит, в нем плохо. Да и детей маленьких много. Инвалидов. У нас же здесь пожилой возраст почти. Все уже 50 годами старше. Отсутствовать местный фельдшер будет до середины сентября. На это время главврачом Великовисочной участковой больницы был организован еженедельный приезд в Тошвистку медицинского работника. Каждую пятницу жители деревни могут прийти на прием и получить необходимую помощь и консультацию. На личном контроле ситуацию с отпусками медработников в населенных пунктах держит глава здравоохранения Нинель Семяшкина. В том числе и знакома и ситуация в Тошвистке. 15 июля у нас туда выезжал врач-терапевт. Было принято 7 человек на приеме. Был один вызов хроническому больному. То есть полностью было обеспечено все необходимые. То есть все, что касается планового оказания медицинской помощи, полностью оказывается. Все, что касается экстренного оказания медицинской помощи, я уже сказала еще раз, был один вызов, он также был обслужен. То есть жалоб у нас конкретных на неоказание медицинской помощи в департамент не поступало. По словам главы здравоохранения Нинель Семяшкиной, решение о том, каким образом жителям будет оказываться медпомощь во время отпуска основного фельдшера, принимается в каждом случае отдельно. В случае с Тошвисткой в этом году было решено организовать еженедельные выезды, а не присылать временного медработника на время отпуска основного. Такая ситуация наблюдается во многих населенных пунктах, где есть возможность быстрого реагирования на вызовы фельдшеров из соседних населенных пунктов, как в случае с Великовисочным кустом. Такое решение было принято также в целях оптимизации расходов в непростой экономической ситуации, отметила глава здравоохранения. Три жителя Нинецкого округа приговорены к реальным срокам заключения за рецидив пьяной езды. Всего в течение первого полугодия 2016 года полицейские региона расследовали несколько десятков дел, возбужденных за повторное управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения. В течение первого полугодия текущего года сотрудники отдела ГИБДД выявили 33 водителя за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Дознавателями отдела по организации дознания ОМВД возбуждено 30 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 примечания 1 Уголовного кодекса РФ. За 6 месяцев текущего года окончено расследование 27 уголовных дел, которые в настоящее время направлены в суд для принятия решения. В ходе судебных заседаний трое граждан признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, 1 год – 2 месяца и 3 года – 7 месяцев. В отношении 15 граждан судом вынесено решение о назначении наказания в виде обязательных работ от 200 до 300 часов. И один гражданин привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 210 тысяч рублей. Напомню, максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до 3 лет. На улицах Наринмара появились знаки туристской навигации. Информационные таблички на русском, английском и ненецком языках помогут гостям столицы Ненецкого округа самостоятельно изучать городские достопримечательности. Знаки установлены в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по вопросам развития въездного и внутреннего туризма, стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Навигационные таблички установлены вдоль автомобильных дорог и на пешеходных улицах возле этнокультурного центра, у памятника Олено транспортным батальоном, Ненецкого краеведческого и Пустозерского музеев, а также у основных спортивных сооружений региона. Всего их чуть более 30. Перечень знаков туристской навигации был утвержден в рамках заседания Совета по развитию туризма в январе. Также в целях эффективной деятельности установки этих знаков при департаменте была создана рабочая группа по установке унифицированных указателей, которая в принципе согласовывала дизайн макет знаков, также его цвет и также использование русского, английского и ненецкого языка. Знаки украшены национальным орнаментом. При их оформлении дизайнеры учили рекомендации Минкульта и требования международных стандартов. Туристические знаки выбрали коричневого цвета, так как коричневый цвет является общероссийской системой навигации и используется в частности в других странах. Поэтому если турист не знает русский, английский или ненецкий язык, он с легкостью сможет определить, в каком направлении находится та или иная достопримечательность нашего города. По словам Анны Носовой, в планах на ближайшее будущее установка большего количества знаков, на которых будут отмечены и другие объекты туристической индустрии. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Озвучить проблему и получить реальную помощь. Все это стало возможным благодаря газете «Заполярный вестник плюс», учредителем которой является администрация Заполярного района. В июле этого года самой читаемой на селе газете исполнилось три года. О героях газетных страниц, преданных читателях и тех, кто трудится над созданием газеты, расскажет Любовь Пермякова. Игорь Семенов с гордостью показывает себя на первой странице газеты «Заполярный вестник плюс». По словам жителя поселка Бугрино, газету он читает с первого номера. Как только увидел это, так и стал брать периодически и читать новости из сел. Очень интересно бывает, репортажи хорошие. Это самый отдаленный населенный пункт у нас, поэтому любая информация, она всегда востребована в населении. А какие рубрики самые любимые? А чем ли это почитать? Ну, какие новинки на селе, какие стройки, как село развивается. Как развивается и чем живут села, интересуется не только в Бугрино. Раз в две недели восьмиполосный выпуск с нетерпением ждут в Пешах, Ангурее, Оме, Тельвиске и других населенных пунктах. Всего Почты России в сельские поселения доставляют три тысячи экземпляров. Именно такое количество печатает для жителей Заполярного района в издательском доме «Гиперборей» в Северодвинске. Но желающих почитать самую популярную газету на селе гораздо больше. К большому нашему сожалению, что приходит экземпляров в поселок очень мало. Газета замечательная. Когда она появилась вот несколько лет назад, вообще было считать очень интересной ее и до сих пор интересно, потому что в первую очередь берешь в руки ее. Там отвечаются все вопросы вот именно про сельские новости, про сельские жители. Замечательная газета. У нас ее распространяют, во-первых, по учреждениям. Это школа-сад, это дом культуры, библиотека, фаб и магазины. Екатерина Хозяйнова из поселка Хангурей в телефонном разговоре отметила, что газета для жителей стала не только информационным носителем, но и своеобразным досугом. Ведь ежегодно сотрудники Заполярного вестника «Плюс» организуют для своих читателей интересные конкурсы. У нас в рамках десятилетия района проводился конкурс «Я читаю ЗВПлюс». Суть заключалась в том, что жители села должны были отправить фотографии с изображением газеты. Мы выбирали лучшие снимки. По словам главного редактора газеты Ирины Селиверстовой, несмотря на сжатые сроки проведения, работы принимались только один месяц. В редакцию газеты поступило более 20 оригинальных работ. Вот, пожалуйста, фотография заняла второе место. Называлась она «Пока не курят, читаю» из «Пеши». Тоже «Пеша», «Пеша», «Ома», «Поша». Фотография победителя Руслан Узлов. Вот, называлась «Перудические газеты читаю со смыслом». Вот вырасту и обязательно стану министром. Все 20 работ украсили страницы газеты, а лучшие фотографии были отмечены ценными призами. Кстати, по многочисленным просьбам жителей Заполярного района этот конкурс стал традиционным. Традиционной скоро станет и новая рубрика «Задай свой вопрос». Ее сотрудники газеты планируют открыть в ближайшее время. В будущем мы планируем запустить следующий проект «Задай свой вопрос». То есть смысл заключается в чем? Люди зачастую, населенные, не знают, как получить ответы на те или иные вопросы. Как вариант могу сказать? Как получить 25 тысяч из материнского капитала? Как зарегистрировать свою недвижимость? Как оформить земельный участок? Самые разные вопросы. Несмотря на то, что коллектив работает всего лишь три года на рынке средств массовой информации, начинка общественно-политической газеты Заполярного района весьма солидная. Она состоит из 10 рубрик. Это политика, культура, новости села, человек Заполярного района и письмо в редакцию. Ознакомиться с рубриками могут не только жители Заполярного района, но и любой желающий. Стоит только заглянуть на официальный сайт газеты в интернете – www.zvplus.ru В Нинецком округе открыт прием заявок на региональный полевой слет «Звезда». Он пройдет с 8 по 14 августа в районе реки Куэ. По традиции насыщенная программа слета включает в себя спортивные и туристические соревнования, а также тренинги, направленные на формирование навыков командной работы и развитие лидерских качеств у подростков 14-17 лет. По информации организаторов слета регионального центра молодежной политики, на сегодня собрана уже треть заявок. В рамках слета будут проведены мероприятия по физической подготовке, организованы военно-тактические игры, интеллектуальные занятия, задания по основам оказания доврачебной помощи и веревочный курс. В слете смогут принять участие юноши и девушки из Наринмара и окружных сел. В числе участников предполагаются активные представители патриотических клубов и объединений округа, молодые люди, желающие пройти курс начальной военной подготовки, а также подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел. Стоимость проезда из поселений региона до Наринмара будет компенсирована участникам в рамках государственной программы «Молодежь Ненецкого округа» на 2014-2016 годы. Потенциальные участники из сельских поселений могут направлять свои документы по электронному адресу патриотсобакамолот83.ру с пометкой «Звезда». На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...